Здравствуйте и большое спасибо. Невероятно. Прежде чем я начну свое выступление, я хотела сказать вам всем, что я очень благодарна за возможность быть сегодня здесь и получать эту премию от имени своего отца. Мне также очень страшно. Для меня большая честь стоять сегодня перед вами. Мне 20 лет, я студентка университета, я не так много знаю о политике, поэтому боюсь, что сейчас скажу что-то не то. Спасибо. Сигнал. Десятка миллионов граждан в моей стране, которые продолжают бороться за лучшую долю в России. И также я назову вам вторую причину, но, может быть, немножко она неудобная. Мой отец получает эту премию от Европейского Союза. Когда ты получаешь такую премию, человек приезжает, выступает при Европейском парламенте. К сожалению, по очевидным причинам, он не смог сегодня сюда приехать. И я подумала, ну, может быть, кому-то взять билет в Страсбург и воспользоваться этой возможностью, приехать сюда и увидеть эту замечательную вещь своими глазами. В то же время я понимала, что это, скорее всего, кошмар. Кошмар для моей страны, для моей семьи, вернее, для меня. Я хочу поехать в другую страну выступать от имени моего отца. Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени. Я иногда шучу в своих выступлениях, а он остается в тюрьме. Я буду дальше ездить по разным странам, а читать в то же время статьи об ужасных условиях, в которых держит моего отца. Ну, что же мне остается делать? Я езжу и выступаю, а он остается за решеткой. Это не только касается Алексея Навального. Где сейчас лауреаты прошлогодней премии в тюрьме в Беларуси? Также один из предыдущих лауреатов умер в тюрьме. И я сегодня задаю себе вопрос, почему так тяжело вызволить из неволи тех, кто боролся за права человека? Почему их по-прежнему бросают в тюрьмы не только во всем мире, не только в других странах мира, но и в странах, которые расположены на европейском континенте в 21 веке? Европа – большая и мощная воля европейских граждан, отражается в резолюциях Европейского парламента. Это четкие, ясные, понятные резолюции. Их поддерживают Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия и весь свободный мир. Но те, кто, как мой отец, продолжают оставаться за решеткой. Все более часто продолжают оставаться за решеткой и все чаще бросают в тюрьму. Мне скажут после этой церемонии, знаешь, Даша, мы понимаем, почему у тебя такие чувства по этому поводу, потому что это касается твоих родственников, твоей семьи. Но в реальном мире нужно быть более прагматичным. И, конечно же, что я могу еще сказать, я студентка 20-летняя, и мне, может быть, не совсем комфортно себя чувствовать в таких условиях, в таких реалиях. Но, учитывая, что все-таки мне дали сегодня микрофон, и у меня его никто не заберет, и мне не нужно ни с кем спорить лично и проявлять невежливость. Поэтому я скажу несколько слов об этом прагматизме. Это премия Сахарова. Это премия Сахарова. Андрей Сахаров, наверное, был самым непрагматичным человеком на планете. Те, кто выступают за прагматичные отношения с диктаторами, могут просто открыть учебник истории. Я думаю, что это было бы актом прагматизма. Но, сделав это, они поймут, что есть очень важный исторический закон. Потакание диктаторам никогда не бывает эффективно. Это не работает. Люди могут обманываться, но такой безумец, который из последних сил держится за власть, никогда не придет в чувства. Это никогда не произойдет. Всегда будет интенсифицироваться насилие, репрессии и поиск новых и новых врагов. Когда Лукашенко избивал людей, бросал людей за решетку, нам говорили, не трогайте Лукашенко, не мешайте ему. Теперь Лукашенко останавливает и садит целые пассажирские самолеты. Также мы можем взять калькулятор и посчитать, сколько стоит прагматизм европейскому налогоплательщику. Многими годами мы влитровали с Путиным, и мы показали ему, что мы, повышая его рейтинги, мы даем ему возможность развязывать войны. Сколько это обошлось? Во сколько это обошлось нам? И сейчас мы слышим, что массируются российские войска на украинской границе. И никакой прагматизм не окупит вот эти прямые потери, прямой ущерб от таких действий, не говоря уже о времени, который потратят западные политики на решение проблем России, вместо того, чтобы заниматься проблемами в своих собственных странах. Борис Немцов, один из оппозиционных лидеров, был убит выстрелом в спину, неподалеку от Кремля. А прагматичные люди говорят, ну что же делать, что же мы можем сделать? Мы можем ограничиться жесткими выступлениями и продолжать дискуссию. Они убьют второго, и третьего, и четвертого. А четвертого убьют в центре Берлина, пятого в Великобритании. А потом подорвут где-нибудь склад в Европе и начнут убивать людей химическим оружием. И теперь мы уже точно знаем, что это просто... Мы знаем о неудачных попытках и покушениях. А сколько из них удались? Этого мы не знаем. У Путина есть особые войска, которые убивают граждан моей страны, без судебного слушания, без судебного разбирательства, без правосудия. Они почти убили моего отца, они почти убили мою мать. И нет никаких гарантий, что завтра не начнут падать замертво европейские политики, просто дотронувшись до дверной ручки. Уже увеличивается полицейский бюджет у вас. Вы выделяете деньги на спецслужбы, на способы выявления токсичных веществ, вытравляющих, и это последствия вашего прагматизма. Прагматичные люди говорят, не провоцируйте их, проявляйте терпение. А завтра вы будете транспортировать, вернее, они будут транспортировать тысячи людей на границе с Европой и мечтать о том, чтобы кто-то случайно погибнет в давке. Во сколько это обойдется? Польша, Литве и всему Европейскому Союзу. Они не отвечают на это. Они говорят, а что вы хотите? Это суверенные государства, у них свои правительства, наши возможности ограничены. Что ты предлагаешь? Ядерную войну, чтобы освободить политзаключенных? Нет, конечно, я не предлагаю начать войну. Но, хотя, пока мы не успешны в этой борьбе, эта борьба уже началась. И уже есть жертвы. Есть кибератаки. Европейские банки отмывают миллиарды, грязные миллиарды Путина и его друзей. И они продолжают гулять на Средиземном море. 99% высокопоставленных чиновников России и Беларуси, которые причастны к преступлениям, по-прежнему могут приезжать в Европу вместе с своими родственниками. И это признак того, что те, кто принимают решения, не готовы продвигаться хотя бы чуть-чуть в этой войне. Они говорят слишком многое. Они говорят о действиях, которые основаны на идеях, принципах, которые, честно говоря, наивные и глупые. Мне кажется, что проблема заключается в том, что желание продолжать призывы к диктатору, игнорируя их преступления, настолько, насколько это возможно, это совсем не прагматичный подход. Настало время сказать. Под прагматизмом есть коррупция и цинизм. И существует разница между войной и прагматизмом, существуют битвы в европейской политике, но даже выбор стороны прагматиков это не значит предатель своих идей. Я написала своему отцу и спросила, что ты хочешь, чтобы я сказала в Европарламенте. Он сказал, скажи, что никто не должен отдавать Россию путинскому режиму. Мы являемся частью Европы, и мы боремся для того, чтобы сейчас стать частью Европы. Но мы также хотим Европу бороться за себя, за те замечательные принципы, которые лежат в ее основе. Мы боремся за Европу идей, права человека, демократию. И мы хотим, чтобы мы не за Европу, которая ездит на яхтах Путина. Сегодня на этой сцене, получая эту высокую награду от лица своего отца Алексея Навального, я благодарю вас и через вас всех. Я благодарю Европу идеи и принципов, созданные нациями, история которых была бесконечной войной друг с другом. Несмотря на эти непрекращающиеся проблемы, ЕС уже и будет продолжаться сталкиваться. Моя страна будет работать с вами. И я счастлива, что я получаю эту премию, названную в честь моего соотечественника. И я знаю, что моя судьба будет более масштабной, чем моя личность. Я постараюсь жить на уровне той судьбы, которая мне была дана. И я призываю к свободе Алексею Навальному. Спасибо. 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 Спасибо.